Эрик Тухан, Рамдафи, Митркат, Йома, Лист 81, Ясун, Шедевре, Тавра, Лимшмад, Коль нахтем, Расхата Мицелом, Хвата Мисраэль, Рогмара подходит к последней Аллахе нашей мечты и говорит так, «Коль ха охалим мицитарфин лекет кутевит, лекономашки мицитарфин лемале лугмав, а охалюшитей мицитарфин». Как мы сказали, мечта говорит, сколько нельзя кушать на Йом-Кипур, чтобы человек воучшел, не дай бог карет, как кутевит, чуть меньше, чем одно яйцо. Если он съел разные виды пищи, они все соединяются в один размер, в один объем, разные виды жидкости собираются в один размер, но если он поел и попил, то две эти вещи, они не соединяются, поэтому если он поел меньше размера и выпал меньше размера, он нарушил кипур, но не заслужил карет. Говорит Мора, что Рахиза говорит, и Рашлакиш говорит, что это идет по мнению Рабиошуа. Который Машехед Мейлла говорит так. Как мы знаем, с вами знаем уже в Арубашем, есть разные виды тумы. Например, человек, который дотронулся до мертвеца, он нечистый недель, дотронулся до Невилла, нечистый один день. Теперь, есть присмыкающийся, который тоже нечистый один день, но там размер другой, у мертвеца, он оскверняет казайт, 27 грамм. Невилла, по-моему, тоже казайт. Шерет – это присмыкающийся хадаша, как фасоль. Говорит Рабиошу, вот такое правило. Все виды нечистоты, если у них название и размер не одинаковые, то они не соединяются. Когда они соединяются, только есть и время, на которое они делают человека нечистым, и размер, который делает человека нечистым, они одинаковые, тогда они соединяются, прибавляются. Так и здесь, что Мишна говорит, ты поел 20 грамм, и ты попил 5 миллилитров, они не собираются в казайт, или здесь они не собираются в казайт, как будто меня, по мнению Рабиошу. Но, говорит Рабнахман, и Рабиоханан, что даже можно сказать по мудрецам, афилутэймен Рабанан, почему? Мудрецы сказали, шемтум аа хадвум, хахамин говорят, если у этой нечистоты, название у них, у этих двух кусочков нечистоты одинаковое, даже одна скриняет на 9, вторая на 3, вторая на 7, они соединяются. И здесь может идти, почему? Мишуми туэдэта. Здесь, почему они не соединяются? Потому что хахамин говорят, что человек, чтобы он успокоил свой голодный Ям-Кипур, ему нужно поесть меньше, чем одно яйцо. И чтобы успокоить свою жажду, выпить наполненную щуку водой. Этот размер. Если он выпил поменьше или съел поменьше, его голод, его жажда не успокаивается. Поэтому, так как это две разные вещи, они не соединяются. Следующая Мишна говорит так. Человек забыл, что сегодня Ям-Кипур. И поел, и попил. Теперь. Есть и пить, и пить, это один запрет или два запрета на Ям-Кипур? Есть и кушать. Кушать и пить, это один запрет или два? Это один запрет. Есть пять запретов на Ям-Кипур. Кушать и пить, это один запрет. Человек забыл. И он поел больше, чем запрещается. И выпил больше, чем запрещается. И не один раз, а два раз. Поел, забыл, поел. то есть он все это время забыл что ям кипур сколько хорба но должен принести три раза он появился он выпил в течение часа что он забыл сегодня им кипур говорит мараун на мечта говорит он должен принести один корман это называется или махат он какой грех сделал он забыл что сегодня им кипур за один раз пока он забыл за сейчас потом запустим он вспомнил и потом снова забыл то за второй раз уже снова будет за каждый раз что он забыл за одну за за один удар он приносит один корман говорит мишна если же он помню что ям кипур а он забыл что кушни за и пить нельзя тогда за каждый он будет отвечать за каждый козаик и за каждую полную щечку поэтому когда халши табе лиме хад и ноха я вели хататахат выпил и поел за один присед за один раз когда он забыл что йом кипур должен принести один корман как объясняет раши и дыхать маму да кидау что я махат кринах и когда раши говорит пицц и есть кипур один запрет но ахарвен а сам нахаха но если он в йом кипур поел и кроме этого нарушил запрет запрещенных действий на юм кипу на юм кипу разжег огонь забил гвоздь не знаю что он там взял я должен принести два кормана даже за один раз он это забыл он забыл что сегодня он кипур поел и попил и сделал запрещенное действие на юм кипур приносит отдельный корман на юм кипу кориде если покушать если покушал если попил и если нарушил юм кипур как шаббат как шаббат если огонь зажиг тоже карет да да тоже карет дашь гердмира мы сказали а кирашкия а я извиняюсь а вот это 17 мультирует им а вот это не карет или не карет нет решмок нингу дым хрек ранее тач как мы сказать что это два отдельных запрет да 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 это на второе странице я поясняет так что батчевка говорит пасух вторыми шаббат шаббатон вмулах и нитан от нашуточек бет шалла ходишь ва араб ма араб от ва араб тишбету шаббатахем так на нашем месте мы учим 2 митвы которые есть в день перейдем кипуру какие есть две митвы есть митва и истории кушать в день перейдем кипуру я объясняю мудрецы человек который кушает и пьет побольше в день перейдем кипуру считается ему канал как будто он постился два дня и кроме этого если митва добавлять пьем кипуру до его начала и после то есть человек не может начать соблюдать емкий бур вот сейчас солнце села я 33 я 533 принимаю на себя кипуру 633 кипуру вышел все я побежал включать свет должен на и это митва и истории поэтому кто написано по суговорит шаббат шаббатон урахем шаббат суббота суббот он вам винить и мид на шутахе и как бы мучить свои души петтиш алаходишь 9 числа как мы мучим 9 числа говорит мара мы же постимся 10 почему-то написано 9 баров вечером не рф с вечера от рф до вечера тишь бету шаббата хэм соблюдать и шаббат поэтому говорит тоже написано бечка отсюда мы видим что пост начинается еще перед емкий пуром не сразу баров начинается вечером по торе но нужно принять его беке шаг 9 аки цад матки умеет анеми бьодиом микан ше мусофи мехол араходиш начинаем мы поститься еще пока светло отсюда мы видим что мы от будней добавляем к светлым дням это чат на то сэфе днем кипуру метод этому отсюда увидим что нужно добавить к йонки пуру до его начала дальше но кто написано мэрэм атервтиш бету шаббата хэм почему написано с вечера до вечера до вечера как ты добавил перед емки пуром добавки после емки пура чеш бету кто на тиш бету отсюда видим что и шаббат нужно принимать пораньше и провожать на позже шаббата хэм и он тог я мим тог им отсюда мы в этом посылке видим то все что связано шаббат ем тог емки пур принимаем пораньше и провожаем помочь попозже коль маком шин эмар шаббат то есть мусофи михол араходиш везде где написано шаббат и про ем то написано шаббат как например про умер написано омин нужно принести мимо хората шаббат после шаббата то что мы имеем ввиду первый день песок поэтому везде где написано шаббат емки пур емтов и шаббат нужно добавить даже конечно приводит много братью говорит так что теперь скажем мы добавили дом куру 10 минут 15 минут до и после он если он поел в это время он нарушил кипуру или нет 10 минут до захода киом кипура он поел у нас есть митва добавить киом кипуру или он включил свет имеет говорит говорит манатах веку олено шаббат азе аколь минаха бэйцэм айл-мазэ нет ты не исполнил мисофаторий добавить на кипуру но наказание ты не получаешь а от сумасшин алицмошилио а аннуш карет ве-эно аннуш карет аль-то сэпит мелаха за сами он кипур если ты нарушил включил свет и так далее ты на получаешь карет но не даже за минуту для него то сэпит и нуй есть как мы сказали кушать и пить нельзя чуть мучить себя на даем кипуру тоже если он поел я 10 минут до кипура наказание получает написано кикола нефшель лотте унэ бэйце маю мазэ всякая душа которая не будет мучить себя имеется ввиду не кушать и не пить в этот день бэйцэм именно в этот день бэйни хрэта у него будет не дай бог карет опять именно в емкий кур кто поел и попил карет но не до теперь а нарушает ли он запрет поторе есть запрет поторе не кушать и не пить говорит мара также нет и форма халута асу бэйсэм аймазэ всякое действие не делайте в этот день в этот день запрещено делать до него или после он не нарушил и то же самое мучим от того что и запрета не делать калбахомер мучим что если он поел до начала и после начала ям кипура он еще он еще не он еще он не получает он не знаю что запрет даже в этом не полнота ладо за мои мазы а зарали маха шель йом ацмон теперь как мы знаем любом правиле человека чтобы наказать нужно его предупредить как шаббат человек нарушает шаббат там должно быть две вещи сначала сказать и знать что сегодня шаббат он говорит а ты знаешь что наказание за за нарушение шаббата смерть он говорит да и все равно делать тогда он наказать также у нас тори есть предупреждение наем кипу человек который хочет поесть мы ему говорим зачем кипур нельзя и тогда мы говорим каю какое наказание и то же самое одно это мы учим второе написано про еду не написано но написано это про запрещенные действия включаются разжигать огонь и так далее из этого мы учим тоже что относится к хиде или кзера шава или кзера это мессим кзера шава мимраха гзера шава мессим кзера шава и ну и веной шаббат шаббатон как бы там ни было ма лея ла ла ануш ела им кен-изир афган галануш эл-имкен-изир что бы там ни было если человека предупредили наем кипур и он все равно сказал что я буду это делать тогда он заслужил наказание то на кзернджи из-бе дни дальше к дамара как мы сказали пасок гаврит шаббат шаббатон ул лакем и интим на шутахем это шалла ходишь ва араб ма араб от араб тишбету шаббатахем и интим на шутахем ве тиша веки ве тиша метанин и ахало ба ассор метанин как мы сказали тора говорит в мучте сибеев дзивиаты мессец спрашивает мара мы разли на девятым постимся мы на десятый постимся говорит мара кола окей шуте бич и малая араб катухе и луит она тиши ва сири каждый кто пьет и есть девятый день месяца тиши рей защитывали у бог как будто он постился и 9 и 10 и маран говорит что нужно и он кипур это нужно его уважить еду и пить он но можно в емкипур кушать или нет нельзя когда мы кушаем до него даже говорит мара а ваал ох лин ше-энан риуин ахилам вештия вешата маш ахар охрань ше-энан риуин ахилам вештия вешата цир омур я споту теперь человек поел в емкипур то что обычно не съедобно и выпил то что обычно нормальные люди не пьют он нарушил шаба емкипур или нет он нарушил емкипур наказание не заслужил даже если он поел больше чем надо потому что это не съедобная вещь нормальные люди не кушают не заслужит как говорит мишна например человек засолил мясо оттуда вытекает вот эта соленая жидкость и крови это все или муриас это это из рыбы это вытекла и он выпил это на емкипур нарушил кипур или нет то сделал это отдельный запрет нельзя пить кровь и кровь и кровь и окей это от меня не поговорим запрет мы говорим что про запрет кушать и пить на емкипур он нарушил елен он нарушил но коррект не получит потому что это нормальные люди это не съедает другие примерки мара приводит а на ахар алейка не поту лула веге фаним хаяф человек который поел листья деревьев на емкипур 50 грамм 100 грамм он коррект не заработал но если он поел листья виноградника и как у нас делают берут листья виноградника и заворачивают его дома делает если он поел листья виноградники когда в течение 30 дней когда не знали начали цвести они что тогда мягкие и съедобные тогда он нарушил емкипур и засушил себе коррект даже смотря на то что и это листья деревьев теперь а что насчет уксуса взял человек и выпил уксус на емкипур а говорит мара раби ребю да говори что это еда раб гидель говорит ненормальчик на он уксус разведенный он выполнен такой нести не слишком он выпил рэби рэби иуда говорит что этот уксус он успокаивает человека и он считается едой поэтому выпил больше чем размера за собрать заработал себе не дай бог карет раб гидель сказал нет он сказал нет на лекции на следующий год все люди его городе пошли стали вы и развязали уксус разбавились водой стали его пить он на них размялся и говорит я сказал вам что если ты выпил то ты не заработал карет это первое повторок если я сказал вам немного а вы выпили по пол литра 3 я сказал сам уксус а вы его разбавили поэтому все что я имел ввиду что если дай бог 6 случайно выпил он не заработал себе карет а вы пошли стали изначально пить об этом я не говорил то яумно то яумно то на лень как он сейчас емуmid его Cadуя в доме… иначе нем comum в доме Иначе 6 Продолжение следует...